И мне кажется, это действительно один из важнейших моментов вообще, и вот то, что может действительно сделать человека счастливым здесь, на земле, или глубоко несчастным, это семья. Это было больно для меня. Насколько больно? Десять лет жизни. Когда вы поняли, что вас тогда одноклассница приглашала на свидание? А это потом я уже понял. Она посмотрела на меня, сразу оценила и сказала, что ну ты будешь винтиком. Ну а кем я еще мог быть? Только винтиком или шпультиком? Бог, почему ты не исцеляешь мою раму? Почему эта рама все еще болит? И я услышал его голос, он сказал мне, я ее не исцелю. Вау! Приветствую всех у нас в гостях. Сегодня пастор из города Великие Луки. Я думаю, многим он известен. Кому-то будет очень приятно познакомиться с человеком, который прошел большой путь. Путь познания Бога, путь общения с Богом, путь служения Богу. И о том, что стоит за этим путем, как бы открытым людям, на самом деле. Потому что вы служите как пастырь, как душепопечитель для, наверное, сотен людей. Тысячи хотели бы тоже быть вашими духовными детьми, но это просто не посильно. Мы будем спрашивать пастора Андрея Лукьянова из Церкви Божьей города Великие Луки. И мы будем спрашивать вас, Андрей, о вашей личной жизни. Хорошо. Спасибо вам за открытость, спасибо вам за вот этот прямой и откровенный разговор. И мне кажется, это действительно один из важнейших моментов вообще. Вот то, что может действительно сделать человека счастливым здесь, на Земле, или глубоко несчастным, это семья, это выбор спутника жизни, это решение, которое мы принимаем, и в идеале, конечно, одно на всю жизнь. Вот. Мне бы хотелось, чтобы в результате вот такого общения, где-то даже похожего иногда немного на исповедь, кто-то из людей, кто думает сейчас об этом, или может советовать своим детям, там, каким-то знакомым, родным, могли обрести тоже какое-то понимание, как правильно выбирать, на что нужно смотреть, вот, да, о чём человек думает, когда ты собираешься связать, соединить свою жизнь с другим человеком. Вот. И хочу спросить у вас, вы вообще как бы о чём думали, когда вы созидали свою жизнь, планировали вы это издалека, издавна, я не знаю, или это прям как гром грянуло на вас, что это было? Расскажите о вашей вот влюблённости, о вашей семье. Я должен сказать, что у меня всё-таки это вторая семья, вот, и хотя, конечно, подросткам, я представлял себе, каким я буду мужем, отцом, и я видел себя идеальным мужем, отцом, не только я, но, в общем-то, моя мама и те люди, которые были со мной, они видели, что я человек такой спокойный, да, что раньше было самое главное, чтобы был спокойный, добрый, не пьяница, не биться, да. Я не употреблял никаких, даже когда я был в мире, я занимался спортом, не употреблял никаких допингов, в общем-то, совершенно никаких, да. И, конечно, мечтал о счастливой семейной жизни. И так получилось, что когда я уже вошёл в пасторское служение, я был один, и другие пасторы, которые меня навещали, они меня, в общем-то, подторапливали в этом плане. Мне уже было там ближе 25, и мне начинали говорить, Андрюша, надо, ты что, ты же пастор, обязательно должно быть, вот обязательно должно быть. И я, на самом деле, думал, а что со мной не так, то есть что-то должно быть. То есть не хотелось, то есть как бы понимание было, что должна быть семья, но такого... Я скажу, откровенно говоря, было не понимание, было внутреннее страдание, были сильные желания, вообще-то, иметь семью, и даже какая-то зависть, наверное, тем, у кого это получалось, как мне казалось, хорошо. Вот, и я не мог понять, почему со мной... Ну, на самом деле, вот из-за той отверженности, которая у меня была в детстве, я помню, как меня однажды одноклассница пригласила на свидание, так я не понял, что это свидание. Я нёс её портфель, кто-то кричал, телетеста, жених и невеста, я думал, дураки какие. Я же просто помогаю. Да, просто помогаю, и всё. И, в общем-то, с меня было, как сказала, молоко, то есть невозможно было ничего в таком моём состоянии. пробиться, вот такого ёжика, такое состояние ёжика постоянно. И, в общем-то, вот в личной жизни у меня как-то не складывалось, скажем так. А потом, когда... Когда вы поняли, что вас тогда одноклассница приглашала на свидание? А это потом я уже понял, когда я уже вспоминался. Лет 10? Да, потом прошло, я понял, как это всё-таки было свидание. Попытка какая-то. Возможно, это могло быть. Да, были какие-то попытки, и девчонки пытались как-то что-то расторомашить, может быть, мне. Но люди, которые сами себя боятся, они других пугают тоже очень сильно, да, и лучше их не трогать, в общем-то. В общем-то, это... Внутри меня был там большой романтик, и у меня кипела жизнь. Мы такие спецоперации в школе проводили. Я умудрился познакомить одного своего одноклассника с другим одноклассником, переодев другого одноклассника в девочку вообще. И так, чтобы тот не понял, что это... Разыграли его. Разыграли, вообще мы разыгрывали, тот на кублуках ходил. То есть всё, мы такие... Ну, вот ещё у нас были такие шутки, мы делали, да, разные. И я ещё тот был за теней, но я был такой скрытый лидер, скажем так. Вот из-за вот этой отверженности я в тени всегда оставался где-то в тени. И хотел оставаться как раз в тени, да, открывался. Да, 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 да. И нет, ну нет, внутренне я хотел, конечно, раз... Душа-то она там стремилась... Распирала как-то... Как будто великаны там внутри. Но тело не давало. Именно тело, оно блокировало всё, и тело меня не слушалось, скажем так, да. Какой-то страх был физический. Как оболочка такая. Да, да, да. То есть внутри я мог писать стихи, я мог... Я видел себя другим внутри, но я не мог проявиться, как вот этот человек, вот эту свою сущность. Я не мог её проявить никак, но из-за страха, из-за элементарного страха. Который, вы чувствовали прям, что он сидит в теле, душа свободна, а тело такое как бы вот прям как скорлупа такая. Да, да, именно тело предательски, тело. Говорило, сиди не высовывайся, сиди в норке, ничего. Вот именно тело само. А внутри, наоборот, я ощущал, что я знал, что я другой внутри. Я знал, что люди не знают, какой я на самом деле. Даже самые близкие люди, надо было иметь какой-то суперпророческий дар, чтобы это разглядеть. Брат же повёл меня, он такой был звезда, он играл главные роли в театре юного зрителя в ТЮЗе в городе. И он перерос уже эти роли, он играл незнайку, в основном самого харизматическую, такого персонажа. Знайка он такой, скучный, незнайка, харизмат. И он мне сказал, я уже вырос из своих ролей, тебе надо... Он начал подтягивать меня, и он повёл меня в театр юного зрителя. И я вот со всеми вот этими комплексами, я помню преподавателя, который пытался что-то... Она посмотрела на меня, сразу оценила и сказала, что ты будешь винтик. Ну, а кем я ещё мог быть? Только винтиком или шпунтиком? К другой роли мне не могли предложить. И дальше она начала пытать меня, там, винтик-винтик, пойдём собирать машину. И я, как всегда, ушёл в себя, иголки наружу, все... Она не отстаёт, она требовала что-то от меня. И потом я пробурчал, просто промычал. Вот так промычал. И я услышал, как она разразилась, вот... Тирады тоже, да? Тирады, что это театр, здесь разговаривают, здесь не мычат. Тут надо говорить, это всё. Я покраснел, побагровел и понял, что погиб артист. То есть от этой тирады артист не только не вышел, а он ещё больше туда. Она ещё больше меня запугала, я ушёл с мыслью, что я никогда, никогда не вернусь больше сюда. И вот эти комплексы, они очень сильно мешали, тормозили. И, конечно, это и в общении с противоположным полом было точно так. Ну, а потом вот я встретил ту девочку, которая без конца говорила, говорила, говорила. Я не успел понять, что она говорит. И как-то коснулось меня, вот это коснулось в тот момент. И я ощущал какую-то агонию, даже какую-то страсть, какое-то страдание. Но отношения не клеились, они были очень тяжёлыми. Вот так тяжело складывались. И когда казалось, что всё, они уже конец хотели положить этим отношениям, вдруг она по телефону сказала, что меня любит. И не только мне, а всем окружающим она начала говорить об этом. И через некоторое время, в общем-то, вот это случилось. И я стал мужем. А это было, вот вы уже были пастором как раз 25 лет. Дело в том, что у меня не было времени, когда я не был пастором. В сознательной жизни вообще. Просто не было другого пастора, и меня поставили. И я должен был днём читать Библию, вечером проповедовать. Это было каждый день. И я был, в общем-то, я был внутри просто новообращенных христианин, но который вынужден был выполнять роль пастора для людей. Духумного отца, да, для людей, которые даже старше порой. Но я не мог так себя чувствовать, конечно. Потому что я не мог никуда деться от тех проблем, которые любой новообращенный переживает. Но вот так и казалось, что я стал мужем, и потом у меня родилась дочь, как я и мечтал, прямо принцесса прелестная, Алиса. И я абсолютно стопроцентный однолюб. И я, в общем-то, рассчитывал на чудесную семью. И мы старались это демонстрировать, как только могли. И плюс я к тому времени был такой стерильный, идеальный христианин. Просто образец для всех людей, для подражания. И, естественно, даже слово «развод» не могло быть в моем лексиконе. Я не мыслил такими категориями. И, наверное, подпроклял каждого, кто бы. Естественно, было много этого всего. Тогда мы смотрели все христианские передачи, и мы видели, что есть драма в жизни людей. Это все обсуждалось, почему это происходит. И я всегда был на стороне добра. Естественно, на стороне того, что люди, которые прошли через развод, что это слабаки, это игроки какие-то. Люди, которые играют с жизнью. Люди, которые безответственные. Только такое могло быть у меня восприятие. И никаким иначе. И, естественно, я даже мыслить не мог и представить, что в моей жизни это возможно. Для меня это было абсолютно невозможным. Ничто не предвещало, собственно, с вашей стороны. Ничего не предвещало, да. И, в общем-то, моя супруга, скажем так, практически я привел ее ко Христу. Я не только привел ее ко Христу, но я проповедовал ей Евангелие. Я доставлял ее. Она была также и мой ученик. Я относился с трепетом к тому моменту, когда я могу доверить ей домашнюю группу. Я долго не доверял ей домашнюю группу. Выращивал из нее лидера. Она уже просила у меня об этом. Я говорю, ты еще не готов. И когда я доверил, она очень быстро рванула вперед. У нее было 100 человек в ее регионе. У нее было региона 100 человек. Очень скоро она начала расти. И другие люди в церкви входили в оппозицию, потому что она была очень молода и прелестна, и эффективна. Люди приходили из деревни пешком, приходили в город, чтобы попасть на ее домашнюю группу. И в общем-то я попустительствовал всем этим... Проявлением каким-то, да? Да, всем этим мечам, всем этим проявлением. А потом мы начали заниматься реабилитацией. И первые реабилитанты жили прямо у нас дома. То есть они проходили реабилитацию прямо у нас. И это была ее идея, в общем-то. И у нее было такое сердце, сострадание, на самом деле, к этим людям. Мы первого притащили прямо с улицы, который был. Первый наш реабилитант, он умер. Умер. И мы трагически это все так переживали. Но потом... Ну, от передоза он умер. И потом другие... И у нас как перевалочная такая база была. Очень много наркоманов... И маленький ребенок, да, тоже был? Да, и маленький ребенок тоже был. И много наркоманов приходили к нам. Они приходили, тащили ворованные вещи. Мы говорили, динь, неси назад. Они говорили, честно, купил мы. Ты не купил, ты украл, динь, неси оттуда, откуда принес. И шла такая интенсивная работа. И, в общем-то, все было хорошо. До одного прекрасного дня, когда я вдруг увидел, что моя супруга, она изменила ко мне отношения. Оно стало лучше, чем когда-нибудь. Вот так вот. Когда-нибудь. У нас как раз в это время жил парень один такой. Такой спортсмен, такой вот футболист. Такой вот красавчик, все. И вдруг я увидел, как они вместе начали ухаживать за мной. Просто вот. Просто ухаживать за мной. Вот и все. И я начал подозревать, что что-то не так. Не то. Что-то здесь не то. Ну и эта вся история, не хочу в деталях ее рассказывать. Закончилась она очень болезненно. Болезненно для меня. Я думаю, что и для нее тоже. То есть в конечном итоге это привело к разводу. И, естественно, это было то, чего я не хотел. Не хотел. Не планировал, не ожидал. Но просто была та черта, которую я не мог переступить. Я ощущал давление на себя, что я должен принять определенные вещи. Потому что я все принимал. И это должен был принять. Но я внутри твердо знал, что для меня предательство было самым тяжелым грехом, который я не мог принять. То есть я мог простить человека, но я не мог принять его. Это случилось так, как будто человек умер для меня. Просто умер и все. Человек, которого я любил, человек, которого я благотворил и доверял. Но это было как смерть для меня. Я понял, что тот человек, которого я люблю, он умер просто. Я не мог перестать его любить. Но я видел, что тот человек, который рядом со мной, это уже совершенно другой человек. Но и в церкви тоже ситуация была тяжелая. Люди начали докладывать мне разные моменты, которые были связаны. Я не хочу это все. В общем, через некоторое время я обнаружил себя, что я иду по улице, и она стоит с другим парнем. И они не здороваются со мной. Ну вот даже, так сказать. Она оставила на тот момент церковь тоже, да, получается, в служении? Она не собиралась оставлять церковь. Когда я увидел, что происходит, я решил поговорить напрямую. И это был тяжелый разговор на кухне, когда я сказал, что ты блудишь в моем собственном доме. И я вижу это. И она просто забегала, 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 забегала. И потом ко мне пошли служители с обвинениями в мои греха. То есть она выбрала тактику нападения. Нападение. И стали приходить люди, которые говорили, что твоя жена, она сказала, что ты впал в грех какой-то. Но дело в том, что моя жизнь была абсолютно прозрачна. Практически никогда я не оставался дома один. У меня всегда, как проходной двор, у меня всегда были люди дома. И я легко мог спросить людей драгоценные. Вы постоянно в моем доме? Когда я грешу? Ну, по вашему мнению? В какой момент? Когда я делал вот то, в чем мне говорят? То, что меня упрекают. И дальше наступил очень драматичный период в моей жизни, когда нам пришлось расстаться. Это было, кстати, мое решение. Я сидел дома, спиной к телевизору, какой-то был христианский канал, и вдруг кто-то и спал. Я не знаю, было ли это на самом деле. Я сейчас не могу сказать, вот это или это было сверхъестественно. Но я услышал голос из телевизора, который сказал, ты чего сидишь, чего ждешь? Ты ждешь, что она пойдет и возьмет на себя ответственность за это, да? И она разведется с тобой. Вставай и иди. Вот буквально вот так. Я встал и пошел. И я подал на развод. Я взял на себя. Я понял, что я пытаюсь отмазаться. Я понял, что брак уже рухнул. И я не могу ее принять вот в этом качестве. В этом качестве. И я пытался. У меня были попытки примириться. Я вынужден был уехать в дом своих родителей. И когда она приезжала, естественно, я молился за нее. И когда она приезжала, она говорила, давай помиримся. Я говорил, конечно, давай. И через пять минут она хватала телефон и начинала звонить этому парню. И я говорил, ты даже не можешь дождаться выйти просто на улицу. И это было выше моих сил, скажем, того, что я мог принять. И я понял, что я хочу выглядеть хорошо перед христианами. Что я хочу показать. Склеить это ради них, да, получается? Да, что я хочу, чтобы кто-то взял ответственность. И кто-то сделал это. Но не я. Чтобы я формально выглядел чистым в этом плане. Но я понял, что это лукавство. И поэтому я пошел сам и подал на развод. И дальше начались годы. И годы, когда мне нужно было очиститься внутренне от этого всего. Это было больно для меня. Насколько больно? Десять лет жизни. Я должен был забыть десять лет жизни. Вау. И я не знал, как можно забыть десять лет жизни. Но я смог. Я забыл десять лет жизни. И оказалось, что можно забыть. То есть вы прожили десять лет жизни? Десять лет было совместной жизни, да. И это были 10 лет, когда мы не расставались практически. Это не было так. Это просто мы всегда были вместе. Всегда рядом, всегда вместе. И я был абсолютно однолюбом. Я не могу сказать, что я идеальный муж был какой-то или что. Совершенно не хочу об этом сказать. Но ситуация была такая, что у меня было ощущение, что я все время в чем-то виноват. То есть в семье я слышал постоянно, что все, что я делаю, плохо, все неправильно, проповедую, делаю, просто все плохо. Это плохо, это плохо, это плохо. И когда плохо стало все, то я понял, что не может быть, что все плохо. Я не могу быть настолько ужасным. То есть я всегда пытался меняться сам. Я принимал это все и считал, что да. Если она говорит, что плохо, значит, я должен измениться. Ей-то виднее, она рядом. Да, ей виднее, она знает. И я пытался себя изменить. Я пытался как-то угождать. Я пытался, чтобы было хорошо. Но становилось хуже. Плохо, плохо, плохо. Истерики и так далее. Но это не стало бы поводом. Ни истерики, ни вот это все. Не стало бы поводом для развода. Но наступил тот момент, когда определенная черта была пройдена. И я понял, что это смерть. Да, это смерть. Потому что это то, что... Разрушило просто все мироздание. Что я не мог это принять. Просто я не мог это принять. Да. Вот так я, может быть, был воспитан или научен. Я не мог принять определенные вещи, связанные именно с тем, что я считал предательством. Настоящим предательством, которое... Но я думаю, что с другой стороны, она не демонстрировала как раз то, что называется подлинный плод покаяния. Когда человек тоже, каясь, как бы изменяется и принимает другие решения. Он по-другому поступает. Или стремится хотя бы к другому. Потому что, судя по тому, когда вы старались общаться, она продолжала общение с другими мужчинами. В тот момент она была влюблена по уши, скажем так. И она не была способна на это. Я не думаю, что она хотела разрушить. Она была уверена, что все будет хорошо. Что она... Что просто она как бы перетерпит вот эту любовь там или как-то она там живет. Мне сейчас трудно сказать, что было в тот момент... В ее планах, да. В ее планах, да. Но она демонстрировала какую-то уверенность, что Андрюша согласится на все. На все. А я понимал, что это безумие, потому что ты не знаешь меня. И ты не знаешь, что это невозможно. Просто это невозможно. Что это не семья, что это не... Я как только понял, что вот этот критик... Я начал звонить епископу сразу. Я сразу подтянул моего брата, епископа всех. Мне нужен был кто-то, взгляд со стороны, кто помог бы мне разобраться с тем, что происходит. И я ежедневно был на телефоне практически. Епископ ездил ко мне за 750 километров, как на работу к себе. Я приезжал, за что я ему благодарен. Он беседовал с моей женой, он беседовал со мной. Беседовал все. Каждый день я узнавал про себя новости, новую сплетню. И одна грязнее другой. Это были самые грязные обвинения. От моей репутации не осталось даже следа. То, чем я так сильно дорожил, держался. Потому что она рассказывала все, что только приходило в ее голову. И я так хочу сказать, что... Еще приукрашивая это в десятки раз. Да, там были вещи, которые она говорила, которые были правдой. Это вот как вынести мусор, ссоры как бы из семьи. Но там было столько фантазий, на мой счет, невероятных просто фантазий, которые не укладывались мне в голову. И у меня не было никаких сил защищать себя. Я просто не... Когда я слышал эти упреки, я не знал, как... И не мог даже... Просто находился в ступоре. Я ощущал такую слабость во всем теле. У меня руки, как плети висели, челюсть открывалась. И я даже не знал, что сказать. Я только мог уповать на Бога и мудрость епископа, который каким-то образом понимал, где правда. Просто понимал, где правда. И расставлял все точки над «э». Я не знал. Я просто не знал, что сказать. И зачем даже что-то говорить в мое оправдание. Потому что то, что я слышал, казалось мне абсолютно безумием. Ну, в тот момент она просто так, видимо, защищала себя. И вот это агрессивное еще поведение, тактика нападения, оно, в общем-то, прикончило брак окончать. Лишило шансов на восстановление. И епископ мне сказал прямо, что этот брак... Ну, он невосстановим. Невосстановим, да. И это вызвало изумление. Сказал, у меня ребенок, я безумно люблю своего ребенка. И он сказал, ну, ты уже потерял это. Ты уже это потерял. Потому что я вынужден был продолжать вести церковь, проповедовать. Но я не мог проповедовать безумно. Вот я стал пастор со слезами. И в этот момент я увидел невероятную любовь к церкви, к себе. Вау. Люди очень... Видимо, люди очень сильно меня любили. И я слышал эту тишину в зале. И я говорил через слезы. Каждая моя проповедь была через слезы. Но я ощущал такое сопереживание очень сильно. И я ощутил, как церковь как бы прикрыла меня в этом. Как бы все встали, да, поддержали. Все очень сильно меня поддержали. И я чувствовал в церкви опору. Прямо вот опору в людях, в церкви. Насколько сильно они стояли за меня. Насколько сильно они переживали вместе. Они хотели что-то пророческое такое, сильное сказать в мою жизнь. Вот чтобы сказать, что все будет хорошо в твоей жизни. Я слышал, как выходили кто-то и говорил, что цитировали вот это из Библии о царице, которая обманула ожидания царя. Просто вот там есть такое, да. Они говорили, что это вот то, что это произошло. Про Астинь, да. Они говорили вот эти вещи прямо тогда. И дальше были энкаунтеры. Потом было много всего. И я должен был пройти это. И я это делал. И поэтому я предпринимал в силу, чтобы даже не думать. Вот просто как похоронить. Как будто умер человек. Не думать, не поддерживать никаких отношений, ничего. А просто жить дальше свою жизнь. И я чувствовал себя как прокаженный в то время. Потому что я не уважал пасторов, каким я сам стал. Не мог уважать. И для меня это было вот как бы такой травмой из-за этого, что люди не представляют, сколько надо мужества, чтобы пережить это. И я не представлял. Я не представлял. Когда я критиковал и ругал других за то, что происходило с ними, я не представлял, сколько нужно сил душевных, моральных, и сколько нужно молиться вообще. И ощущать присутствие Божие, чтобы пройти через вот эту драму. Вот. И что еще? Что мне помогло, скажем так, да? Помогло то, что дальше было как Титаник какой-то все равно. Через некоторое время обнаружилось... Это все было в один день. В тот день, когда моя мама пожаловалась на страшную головную боль, и мы как раз приехали в Питер с ней, вот, к родственникам, вот, в тот день я познакомился со своей супругой, вот, Солей. Вот так оно произошло. И оказалось, что моя мама рак. Там уже в последней стадии. Через месяц ее не стало. Вот. Но ее смерть сблизила нас. Она как ангел оказалась. Да, да, да. Это вот так произошло. Бог, когда что-то забирает, он что-то дает одновременно. Произошло это так быстро, что мы с братом, мы не успели даже отреагировать, приготовиться. Это было так внезапно. Мы, конечно, молились, но в тот момент, и это было еще и до пробуждения, которое потом... Наши молитвы, они оказались, ну, просто какими-то, ну... Ну, глубокими какими-то... В испуге. Это молитвы в испуге. Это молитвы в растерянности. Они там с правильным текстом, с таким посылом, но с дрожащими и напуганными голосами. И тогда у меня было такое решение, я говорил себе, что я никогда, никогда не женюсь. Только если это будет такая женщина, которая будет меня любить, очень сильно меня полюбит. А мне казалось, что это, ну, просто невозможно. Вот так я, ну, в тот момент думал. Потому что в отношении первого брака я... Настраивался как раз максимально. Да, там наоборот. Я все делал, чтобы я бегал за своей будущей женой и так далее. Я страдал очень сильно, черезпитывал агонию, там, такую внутреннюю какую-то страсть и так далее. Вот. А здесь я принял решение, сказал, что я не буду ни за кем бегать. И только при одном условии. Если это будет такая женщина, которая меня полюбит. Но я так и думал, что этого не будет. Поэтому я проживу вот так вот, да. И, ну, Бог так какую-то шутку со мной разыграл, да. И действительно, он очень быстро. Это все произошло неожиданно и быстро. И вот смерть моей матери, похороны и все эти вещи. Это все очень быстро свело нас вместе. И Оля, которую я очень сильно люблю, у нее невероятно романтическая душа. Я просто никогда не видел столько много любви, чтобы у человека было столько много любви. Я влюбился в ее голос. Я там попал по пустяковому поводу в больницу, там, из-за Диснея. Она начала звонить мне туда, она успокаивала меня, она звонила. То есть она просто своим голосом меня исцеляла. Она молилась, чтобы врачи отпустили меня на служение. Она брала посты за меня. Она проявляла такую любовь, невероятную любовь, что я понял, что это вот то, о чем я говорил с Богом. И затем, когда уже мы вступили в брак, первое время я просыпался, чувствуя ее взгляд на себя. Она просыпалась раньше и просто стояла у кровати и смотрела на меня и с обожанием, с любовью ждала, когда я проснулся. И я чувствовал вот ее взгляд, наполненный любви. Она просто как океан любви. Она окутала меня любовью, что позволило моему сердцу вот смягчиться, вот исцелиться. Бог показывал сны мне про нее, буквально сны. Он показывал ее душу, и я слышал голос, который говорил, люби ее, люби ее, люби свою жену, люби ее. Я видел, как Бог почитает ее, как Бог очень сильно любит ее. И Бог дал нам замечательных детишек, трех детишек. Андрея Андреевича старшего, вот, и потом Артем и Полина. Вот, Алиса, моя дочь, за которую я, конечно, всегда переживал, но у нас была очень тонкая, редкая связь. Но однажды она позвонила мне с другого города, уже подростком, и она сказала, папа, забери меня отсюда. Она была на улице, она плакала и сказала, и мое сердце разрывалось, я хотел бежать к ней. У нее было плохо с учебой, у нее было плохо там, потому что постоянные какие-то ухажеры, флирт не кончился. И там был один муж, другой муж, третий муж, там история продолжалась. У ее мамы, да, получается? И потом она прошла реабилитацию. Я бы хотел, чтобы все в ее жизни было хорошо. Чтобы все было хорошо, чтобы все сложилось. Чтобы она нашла свой путь. И свой мир. Свой мир, свой путь, да, свой мир. И сейчас она опять замужем за кого-то военного, и дай Бог, чтобы все... Я так был рад, что дочь вернулась ко мне. Я забрал ее, и через некоторое время у нее все выправилось в учебе. Мы стали жить вместе. А вы в одном городе были или в разных городах? В разных, уже были в разных городах. А сейчас она живет с вами, да? В Великих Луках? Да, она живет с вами. Она, в общем-то, переехала ко мне. И здесь тоже история, что Оля, моя супруга должна была принять ее, также принять ее в наш дом. И она приехала также с отверженностью, как такой же отверженностью, которая была когда-то у меня. Я видел это, потому что для нее это было тоже нелегкое время. Нелегкое время было для нее. И я так хотел, чтобы она пережила Бога близко, очень близко пережила. И я видел в ней тот же самый флирт, который был в матери. Я видел, что она так, ну вот, просто копирует эти вещи. И я понимал, что читать морали бесполезно. Но однажды Бог так сильно посетил ее. И это был один раз, и с тех пор она не была прежней больше. Я увидел, насколько влюбленной в Бога она встала. Это была работа Бога. Все, что я знаю, что когда она была младенцем, я носил ее на руках, и я пел песни. Я пел и всю жизнь пропевал в песне, всю ее жизнь, до тех пор, пока... А я пел ее замужество. Я пел о том, когда она даже станет бабушкой, когда Бог заберет ее, а потом обратно к себе. Пророческие песни. Да, пророческие песни. И там она была спасенной. Она была любящей Бога, христианкой, мудрой. Она на самом деле молодец, она мудра, не по годам. Она сохранила добрые отношения с мамой. И в то же самое время она не разочаровалась во мне, какую бы информацию она не слышала с той стороны. И всегда любила, и очень сильно любит меня. И она приехала тоже, восстановилась, исцелилась. Это была работа Бога. Я не мог здесь... Ну, не мог помочь, скажем так, в этом. И у нас прекрасные отношения. Она уже вышла замуж сама. Сколько времени уже прошло с момента венчания? С момента венчания? Ну, если у меня Андрюши... С какого венчания? С венчанием его и ее? С дочкой? А, нет, недавно совсем. Это было ей 21 год. Да, ведь у нее один год. 22 скоро исполнится. Она не засиделась долго. Но интересный очень у нее муж такой. Он танцует хип-хоп, он преподает танцы. И очень работящий такой парень. Просто как сын мне тоже сейчас. Все время советуется. Вы как-то его проверяли перед тем, как отдать? Конечно, я не просто его проверял. На что вы его проверяли? Да на все. Я его брату показывал, да. Брату показывал, чтобы брат его тоже немножко понюхал. Вот. И брат сказал, что мое сердце спокойное. Вот какие вопросы вы после такого непланируемого опыта, такого тяжелого вообще действительно пути, боли, где-то разочарования, вместо радости, счастья, когда ты, казалось бы, все сделал для этого, и потом подарка от Бога. Вот чему вы учитесь сейчас своих детей? И вот действительно, как вы наставляли Алину, когда она... Алису. Алису, когда она собиралась выйти замуж? Вот какой итог вы можете сказать тем людям, которые собираются вступить в брак? На что нужно смотреть, когда ты делаешь этот шаг, этот выбор? Я скажу так, что вот мир, в котором мы сейчас живем, он все-таки изменился. И человек может сделать все, и все равно может произойти трагедия. Поэтому дать такой рецепт, что все будет обязательно хорошо. Дело в том, что все-таки брак – это союз двух. И там каждый принимает решение. Каждый, не только ты. И человек может принять любое решение в любой момент времени. Но что я понял? Из-за того, что я постоянно молился, я постоянно искал Божьего лица, что бы ни происходило. Я увидел, что Бог провел меня через все, дал силы пройти через все эти ситуации. Еще очень много времени, и я, когда оставался один, я чувствовал боль в своем сердце. Я прошел 17 энкаунтров, чтобы освободиться от этой боли. А сколько времени прошло между вашим разводом и браком новым? Очень быстро там. Немного времени прошло, на самом деле. То есть 17 вы прям так экстерном проходили? Да, очень быстро, да. До неприличия быстро все там произошло. Вот буквально, да. Но с одной стороны, это помогло мне в том плане, что вот именно любовь Оли, она вывела меня из той депрессии. Она стала самым таким мощным энкаунтером, да? Да, я просто вот в ее, скажем так, под ее обаянием, ее любви, я чувствовал какое-то вот исцеляющее, как елей такое было исцеляющее. Потому что это было море, океан любви. Это было как альтернативное. Это было что-то, что я никогда в жизни не испытывал. Никогда. В таком масштабе, в таком количестве никогда не испытывал. И даже не знал, что такое возможно вообще. Поэтому я благодарен ей. Это буквально был подарок Бога для меня. Но боль все равно оставалась. Потому что было 10 лет за спиной, которое надо было забыть. Ничего не срабатывало абсолютно, кроме вот одного момента, который однажды произошел, этот момент исцеления. Я его никогда не забуду. Я ехал один в машине, и были слезы у меня на лице. И я задал Богу напрямую вопрос. Сказал, Бог, почему ты не исцеляешь мою рану? Почему эта рана все еще болит? И я услышал его голос, и он сказал мне, я ее не исцелю. Вау. Вот так он и сказал. Я не собираюсь просто этого делать. Как ты не можешь понять? И когда я спросил, почему, он сказал, потому что ты человек. Ух ты. Ты не свинья. Ты человек. Ты живой. Это животному все равно. Но ты человек. И это человеческая твоя природа, она вот так реагирует на эти вещи. Я не собираюсь ничего в этом плане менять. И с этого момента никогда больше не было так больно. Никогда. Вау. Почему? Потому что я эту боль принял. Я с ней согласился. Я перестал просить, чтобы Бог избавил от нее. И в тот же миг я увидел, как будто вот эта рана и вот эта кровь струящая, она превратилась в драгоценный камень. Это стало как мое сокровище. Бог не убрал боль, Он ее сделал святой, чистой и святой. Она стала как песня. Она стала моим достоинством, а не недостатком с этого момента. Все изменилось. С меня сдуло, избило весь религиозный пух, в котором я раньше был. Все это просто сдуло с меня. Это смирило меня и побудило. И разрушило всякую гордость. Да, да, вот эту гордыню религиозную. И я стал с большим состраданием относиться к людям и лучше понимать людей. Ушел весь этот пафос какой-то, вот такой религиозный. Я просто стал добрее. Вот и все. Вот эта ситуация, она сделала меня добрым. Теперь вы с добром смотрите на молодых людей. С добром и смотрите на людей, да, на все. Вот я смотрю с добром. И я стал вот легче относиться к недостаткам людей. Я до сих пор строг своим каким-то, да, вот, самокритичен. Но я стал легче переживать ошибки, недостатки других людей. Я знаю, что и для них есть Божья милость, и Божья любовь есть для них. Ну вот на что вы проверяли, если можно, в нескольких словах, да? Ну... Я так поняла, что он работящий. Да, да. Что он с серьезными намерениями. То есть я увидел, что он такой вот неразгильдяй, так можно так сказать. Что он собранный, что он... У него есть амбиции, какие бы... Он мне вообще напомнил брата моего. Да, я просто вот увидел, что... Тоже такой творческий, да? Да, да, что он такой творческий. Я увидел, что он готов безостановочно трудиться ради осуществления своей мечты. Что ничто его не остановит. Он будет идти к этой цели. И я увидел, что он и способен быть хорошим учеником. То есть он слушает. Я могу говорить с ним, как отец, сын. И он открыт, он слушает. Он в этом смысле очень простой. Вот этот дух простоты, он крайне важен. Потому что он проводник. Это тот дух, который является проводником самой высшей сферы человека. Пока человек не потерял этот дух простоты. Но этот дух... Простота – это не какая-то такая упрощенность. А это как... Мне кажется, он очень связан с духом истины. Дух простоты. Потому что... Ну, я воспринимаю его как вот такую детскую способность задавать вопросы. Непосредственно. Да, задавать... Мы же знаем, что животные тоже бывают очень умные в создании. Но они никогда никого ни о чем не спрашивают. Не интересуются ничем. Просто живут свою жизнь. А вот эта способность задавать вопросы, не умничать, не считая, что ты и так все уже знаешь. Отсутствие от этого цинизма. А вот именно задавать вопросы... У него есть вера в людей. Он спрашивает, он интересуется. И он готов упорно трудиться. И вижу, для осуществления мечты своей. Он работал там на нескольких работах, чтобы обеспечивать своих родителей, помогать родителям, помогать. У него есть там тоже многодетная семья, братьям, сестрам и так далее. И просто даже то, как он ухаживал за Алисой, это тоже ведь о многом говорит. Она какое-то время подрабатывала в магазине. Вдруг так раз, рука шоколадка появлялась. Он просто вот как человек-невидимка. Он очень так заботился тогда. И вот я вижу то, как он начал вливаться и в церковь также. И то, что он ценит, то, что ценно для нее. И да, в чем-то он острый, как и мой брат. Очень острый. У меня брат в армии сержанту Пендаль дал. Пендаль дал? Пендаль дал сержанту. Сергей? Да, да. Он был такой очень острый на самом деле. То есть он не боялся конфликтов? Не боялся конфликтов. Он мог влезать в конфликты какие-то. Но в то же самое время у него была способность смириться. Несмотря на это все. И то же самое есть у Ярослава. Да, я вижу такие черты. И я почувствовал в духе внутри какое-то спокойствие за эту ситуацию. Но все равно, конечно, показал брату. Брат сказал, что у него сердце спокойно. Да, брат очень строгий в этих вещах тоже. И говорит прямо всегда. Но он сказал, я чувствую, что... Тоже так же было, кстати, я и супругу свою тоже ему показывал. Перед тем, как они... Тоже он должен был просканировать ее, поговорить с ней, просканировать ее так же. Потому что у него есть мудрость внутренняя. И я знаю, что у него есть такой дух развлечения очень хорош. И все прошли проверку, скажем так. И, в общем-то, мне нравится вот та жизнь, в которой мы живем. И то, что сейчас происходит с нами. И то, что собирается семья. Да, наша дружная семья. И то, как мы друг к другу относимся. И знамя над нашим домом любовь. И уже прошло столько лет, и мы не потеряли этого. Вообще не потеряли этого. И моя жена, она стала... Практически 99% все, что я достиг, это она, я могу сказать. Вот это просто она... Выполнила любовь. Да, она двигала меня в образование. Именно благодаря ей я получил высшую... Вот я стал религиоведом. Да много научился водить машину. Да и многие вещи, которые я в жизни делал, она стимулировала меня. Причем с мудростью. Другие люди уговаривали меня. И там даже брат мой говорил мне, иди учись. Епископ говорил, иди учись. И я сказал, нет, нет. И жена сказала, иди учись. И я пошел, и выучился. Я называю ее мой внутренний голос, которому я... Голос любви. Да, которому я прислушаюсь. И у нас такие традиции появились дома. И я все время ощущаю, что знамя над нашим домом любовь. Во-первых, в нашем доме запрещено говорить грубые слова. Просто на территории дома запрещено говорить какие-то грубые слова. Даже если кто-то выражает какое-то свое недовольство, непонимание, он должен делать это не в грубых выражениях. И заканчивать фразу словами, только помни, как сильно я тебя люблю. И это вот то, что... Та традиция, которую моя жена нам несла в нашу жизнь. Она всегда, когда она видела, что... У нас были тоже притирки в свое время. И когда она видела, что я не понимаю ее, или что-то назревает, какое-то напряжение, и она говорила, Андрюша, помни, как сильно я тебя люблю. Просто помни об этом, как сильно я тебя люблю. И сразу это успокаивало. Какая мудрость глубокая. Любой конфликт. И тут же мы начинали улыбаться, смеяться. А потом мы забыли, эти все притирки, они вообще закончились. И я не помню, чтобы мы когда-то там вздорили. Там уже годы идут, и мы живем в согласии. И мне нравятся все те романтические моменты, которые в нашей жизни присутствуют. Когда мы просто можем провести время вместе. Даже если мы едем куда-то в машине. Естественно, когда появились дети, там надо было ускориться мне. Я уже не ощущал этого взгляда, который когда же он проснется. А я слышал голос, чего ты еще лежишь, давай беги. Надо детей туда-сюда, это все. И опять же, да, благодаря ей. Да, 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 она меня как бы стимулировала ко всем этим какому-то движению. И, в общем-то, я могу сказать, что с ней я стал счастливым. Обрел счастье, вот то семейное счастье, о котором думал, что уже не будет возможного в моей жизни. Андрей, можно вас попросить помолиться? Просто тогда высвободить благословение на тех, кто хочет создать семью, думает о семье. Да. Хорошо. Драгоценный Господь, я призываю Твое святое имя. И я хочу помолиться за тех людей, кому нужен второй шанс, кто чувствует себя разочарованным. Я хочу помолиться и призывать имя Божье. И также тысячи и тысячи небесных ангелов, которые следуют за Христом, которые принесут простое житейское счастье, душевность и благословение, и настоящее духовное также благословение в жизни тех людей, кто нуждается сейчас в этом, кто цепляется за соломинку или совсем потерял надежду. Я высвобождаю слова веры в вашу жизнь. И я говорю слова в вашу жизнь о том, что у вас будет благополучная судьба. И у вас будет много добрых, счастливых дней. Много-много-много добрых, счастливых, хороших дней. Когда вы будете просто счастливым человеком наслаждаться. Будете наслаждаться каждым днем, каждой минутой вашей жизни. Те люди, которые только желают вступить в брак. Я молюсь о том, чтобы это произошло. И если ваше время настало, вы чувствуете внутри, что вы уже готовы, вы хотите этого, то я прошу вас лимитировать это по времени. И чтобы вы подумали о том, может быть, это в течение года или полугода должно произойти. И подумайте о том времени, сколько вам нужно, чтобы вы утвердились просто в вере и согласились и разрешили себе принять благословение. Писание говорит, что вы разрешите на земле, будь разрешено на небесах. Разрешите себе быть счастливым. Несмотря ни на что, какие бы ни были обстоятельства, разрешите себе быть счастливым человеком во имя Иисуса Христа. А я высвобождаю слова веры в вашу жизнь и посылаю тысячи ангелов к вам в помощь, чтобы они пришли и наполнили, наполнили вас, наполнили ваш ум, ваше сердце, вашу душу, наполнили ваш дом, ваше жилище и взяли вас под защиту, установили такую надежную духовную таможню, чтобы ничего дурного, никакая контрабанда дьявола не пришла в вашу жизнь, а все доброе от Бога, оно пришло и наполнило вас. Во имя Иисуса Христа, да будет так. Аминь. Андрей, спасибо большое за пронзительный рассказ. И я вот, слушая вас, я все время вспоминаю, конечно, это пророчество, которое было высвобождено Симеоном на Марию, который сказал, что твоя душа через боль сына будет пронзена как будто копьем, но это позволит тебе видеть глубоко в сердцах людей. И тому есть продолжение аналогии. Та невеста Христа, которая возвращается из пустыни, опираясь на возлюбленного, потому что она не может идти сама. И когда человек переживает огромную боль, он может, конечно, сломиться, но есть тот, кто может его поддержать. И в этом огромная надежда, огромное вдохновение. Поэтому очень хочется, чтобы люди, которым нужен второй шанс, которые не верят ни во что, через вашу такую исповедь действительно и вдохновение ощутили то, что Бог, которому вы служите, который стал опорой вашей жизни, стал для них тоже таким же близким, таким же сильным, таким же вдохновляющим. Спасибо вам за это общение. Спасибо, Анатолия. Спасибо. Анатолия